Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Продолжаю вам показывать и рассказывать о различных сортах перца. Вот сегодня я уже повторюсь, что я снимала видео о том, как я выбираю первоочередность из огромного количества такого сортов перца, которые буду сеять 6 февраля, и какие я оставила на 20 февраля. Вот из тех перцев, которые я оставила на 20 февраля, я уже вам рассказала, какой же у нас был перец, а перцы белый налив, что это скороспелый, еще один скороспелый перец это медаль. Именно эти сорта я откинула в сторону и не буду сеять 6 февраля, а оставила именно на 20 февраля, потому что это скороспелые сорта, и они специально придуманы для того, чтобы человек имел возможность посеять чуть позже, но получить вовремя урожай. Вот написано продолжительный период плодоношения, устойчив к погодным стрессам, большое количество плодов на одном растении. Сейчас я прочитаю вам. Скороспелый сорт отечественной селекции для открытого грунта и пленочных укрытий, от всходов до технической спелости 90-12 дней. Растение высотой до 120 см, сомкнутое, компактное, товарная урожайность 4-5 кг, плоды конусовидные, очень ароматные, с толщиной стенок 6 мм, массой 50-70 г, вкус отличный. Так, что тут еще интересное? Высокорослые сорта выращивают на шпалере с формировкой в два стебля. Вот про этот сорт, чем он отличен от предыдущего. Я их оба отложила пока в сторону, они оба указаны как скороспелые, но, если вы смотрели предыдущий ролик, этот всего 40-55 см, а этот больше метра. Ну-ка, сколько точно там? Так, не могу найти уже его высоту. Так, так, так. А, 120 см указано. Это значит, в теплице он у вас может вырасти полтора метра. Вот у меня есть такой великан, я уже показывала в прошлом году, желтый слон. Я стою, он с меня ростом. Настоящий вот такой перец-дерево. Поэтому, когда вы выбираете скороспелые сорта, вы будьте осторожны. Вот этот сорт, как белый налив, вы не сможете выращивать. Посадил и ушел. Его обязательно нужно будет куда-то укреплять, или в коловой культуре, или шпалеры вешать дополнительные, там устанавливать как-то. Поэтому имейте в виду, что, если написано скороспелый, это не всегда означает, что он маленький, с маленьким кустом, такой быстро сформируется и все. Вот этот перец, написано продолжительное плодоношение, значит, все это дерево перечное, больше метра высотой, будет у вас увешано вот такими плодами, а значит, оно само себя удержать не сможет, ему нужна будет обязательная опора. Так что вот из тех сортов, которые я откинула на потом, они тоже не все одинаковые. Не значит, что они скороспелые, их мы посеяли в один лоток, потом высадили в одну грядочку и все. Даже при высадке этих перцев нужно соблюдать какую-то очередность, какой на южную сторону, какой на северную, чтобы они не загораживали друг друга. Вот 45 сантиметров и 120 сантиметров. Оба скороспелые, оба хорошие урожайные сорта, но они такие разные. Обращайте на это внимание. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Рассказывала вам про перец сладкий медаль, про то, что он скороспелый, урожайный, продолжительное плодоношение, но он такой великан, что его нужно куда-то подвязывать. У него будет очень много плодов и сам себя он не удержит. До свидания.